Я попробую рассказать вам, как устроены современные эксперименты. Я думаю, что многие из наших слушателей видели в телепередачах большие детекторы, с помощью которых изучают, что происходит в физике микробира. Как правило, эти детекторы представляют собой что-то многоэтажное, 3-4-5-этажные сооружения. Я думаю, что все понимают, что они напичканы современной электроникой. А вот почему они такие и как они устроены изнутри, попробую сейчас вам рассказать. Одно из самых выгодных способов залезать как можно глубже в материю – это сталкивать какие-нибудь две частицы. Как правило, сталкивают либо электроны с позитронами, либо протоны с антипротонами, либо протоны с протонами. Вот, например, большой адронный коллайдер – это ускоритель протонов, которые разогнаны до фантастически высокой энергии. Для того, чтобы их разогнать и удерживать довольно долгое время внутри пучков, вот построен этот эксперимент, этот большой адронный коллайдер, который строили 10 лет. В общем, наверное, гораздо больше, потому что задуман-то он был еще в середине 80-х годов. Сейчас он, наконец, запустился и дает новый, очень хороший результат. Еще одна возможность сталкивать электроны с позитронами. В этом случае событие, в которой вы наблюдаете в результате их аннигиляции, оно достаточно чистое, в том смысле, что частиц рождается мало. А это значит, что гораздо легче разобраться в том, что там произошло. Так вот, для того, чтобы разобраться, нам нужно поставить детекторы. Детекторы вокруг той точки, где мы с вами сталкиваем две частицы – протон с протоном, как это делается в случае большого адронного коллайдера, или электрон с позитроном, как это делается, скажем, на нашей Б-фабрике. Детекторы регистрируют то, что получается в результате взаимодействия, в результате этого столкновения. Большинство частиц, которые производятся, живут очень мало. Они не успевают пролететь и микроны, и сотни микрон от силы. Поэтому увидеть следы от них мы не можем. Зато мы можем увидеть следы от их распадов. В результате распадов, как правило, получается всего небольшое количество типов частиц, которые можно попытаться увидеть с помощью вот этих многоэтажных детекторов. Это фотоны, довольно привычные для всех частиц, потому что наш свет – это тоже фотоны. Электроны и позитроны. Мионы – они тоже умеют пролетать десятки метров. Протоны, которые просто стабильны и никуда деться не могут. Камезоны. На этом фактически весь список частиц, которые мы можем регистрировать, и заканчиваются. Но для того, чтобы понять, что произошло в взаимодействии, нам нужно понять, во-первых, какие у этих частиц импульсы, в каком направлении они полетели, и что это была за частица. Довольно легко отличать фотон от заряженных частиц, потому что фотоны не оставляют следов, пока они летят, скажем, через какое-то вещество. Зато если вещество плотное, то там возникает электромагнитный ливень, который превращает, если это детектор, которого туда поставили, умеет всю энергию переводить в видимый свет, вы можете просто увидеть вспышку от того, что в этот детектор попал фотон. Такие приборы называются колориметр. Свет можно смотреть, конечно, не глазами, для этого есть специальные фотодетекторы. Когда-то использовали фотоумножители. Это вакуумные приборы, которые позволяют видеть единичный фотон из видеома света. Вот для того, чтобы наш глаз увидел, и вот нам, наверное, придется несколько часов провести в темноте, тогда, может быть, один фотон мы действительно способны различить. А фотомножители это могут делать непрерывно, и главное, что они переводят информацию о том, что пришел фотон, в электрический импульс, который можно просто записать. С фотонами понятно. Заряженные частицы, протоны, пемизоны, комизоны, электронные имионы, оставляют следы в так называемых дрейфовых камерах. По дороге, если они проходят через газ, они ионизуют его, а результаты ионизации можно попробовать собрать на проволочке. Это самый распространенный способ детектирования заряженных частиц. Собирать заряд на проволочку, которая ровно так же потом переводится в электрический сигнал, который можно, опять же, оцифровать и записать на какую-то ленточку. Еще очень важно для того, чтобы понимать, разобраться потом в том, что произошло в данном событии, это восстановить вершину взаимодействия, то есть понять, откуда какая частица полетела. Некоторые все-таки успевают пролетать несколько микрон, сотню, 200, 300, и значит, что частички, которые вылетели от этих относительно долго живущих тяжелых частиц, можно увидеть, как некоторый сгусток, вылетевший из какого-то места чуть-чуть дальше. Для этого используются кремниевые вершинные детекторы, и они представляют собой тоненькую кремниевую пластинку, на которую нанесены с шагом 50 микрон металлическое напыление. Поэтому, если частица прошла, мы можем с точностью 50 микрон увидеть, в каком месте она это сделала. Вот так примерно устроены эти детекторы, а их размер, как правило, определяется тем, насколько точно мы хотим измерить импульсы, насколько сильно мы хотим, чтобы частицы разлетелись, чтобы мы могли их найти в детекторе. Мы сегодня умеем записывать примерно тысячу событий в секунду. Вот современные ускорители позволяют интересующих нас событий. Мы выделяем те, в которых могло произойти что-то интересное, например, в тех, в которых родился хиггсовский бозон, или в тех, в которых родился тот бомезон, для которого мы хотели бы определить, насколько он отличается от своей античастицы. Вот эти большие напечканные электроники детекторы нужны, чтобы проникнуть в самую глубину материи, чтобы узнать, какие законы физики работают на этих маленьких-маленьких расстояниях. Удивительно, что детекторы, которые изначально-то физики предназначают именно для своих нужд, очень быстро всегда находят применение в повседневной жизни. Ну, достаточно вспомнить телевизионную трубку, которая, вообще говоря, была придумана для того, чтобы смотреть как раз на частицы, потому что с помощью таких трубок смотрели, как отклоняется, например, магнитное поле электрон, а потом это вполне успешно используют для того, чтобы сделать телевизор. И современные видеокамеры, которыми можно снимать на матрицу изображения, эта матрица состоит из как раз таких чувствительных детекторов, которые изначально-то были придуманы для того, чтобы детектировать частицы. И я думаю, что это не лишь малые примеры того, как мы используем принципы детектирования, но вспомним, опять же, медицину, в которой благодаря современным приборам можно диагностировать огромное количество болезней. Удивительно, что все, что мы, казалось бы, не предназначали и делаем непредназначенным для повседневной жизни, применение находит и довольно быстро.